Положение революции электричества и интернета. Есть такая шутка, что software is addressing, да, то есть, что софт поедает весь бизнес. Вы знаете, наверное, что многие магазины переходят в онлайн, да, то есть онлайн-продажи. Это маленький пример. Опять-таки, правительства превращаются в электронное правительство, то есть все ненужные посредники исчезают. И в этом процессе, вот, ну, уничтожение ненужных, неэффективных посредников активное участие занимает именно софт. Программное обеспечение. И поэтому в ближайшие там лет 10-20, однозначно, да, даже, наверное, и 30, что доля работы, связанная с программированием, с программным обеспечением, она будет только расти. И Украина тут уникальные шансы. То есть мы, будучи очень отставшими во многих отраслях, с сложным законодательством, с неудобным налогообложением, Украину, Киев сейчас воспринимают как лидера в инновационных задачах для программирования. То есть даже индусы и китайцы уже делают вид, что они из Киева. Представляете себе? То есть в резюме китаец пишет, что он из Киева, так быстрее купит. Калифорния узнает Киев. То есть в Калифорнии считают, что украинцы молодцы, они умеют делать сложные программы, очень эффективные и быстро. То есть вот вопреки всему, да, вот IT сегодня растет очень активно. И в принципе я всех призываю, если у вас есть молодые люди, друзья, дети, то есть сегодня даже вот взять, ну классический пример, студент хочет выйти, там, жениться, да, нужна квартира, там, завести семью. Сегодня молодой программист зарабатывает 2000 долларов сходу. Просто надо поучиться немножко. Вот, и еще хорошая новость от наших ученых, что мозг человека даже до самой старости, даже в 60 лет, способен перестраиваться. То есть если даже вы были химиком, лириком, поэтом или скрипачем, и вам захотелось стать программистом или наоборот, вот, то все это возможно. То есть на самом деле нас чаще всего останавливает просто страх. Вот. Я очень счастлив, на самом деле, тем, что вот на Майдане происходит для меня прежде всего то, что люди научаются жить без страха, вот. Это, кстати, один из очень важных элементов, иметь такую смелость, да, заниматься новым. Заниматься инновацией – это всегда некое бесстрашие. Вот. Поэтому хочу сказать, что бесстрашие, оно справедливо и для молодых, и для немолодых. Вот. И в 60 лет я знаю людей, которые совершали изменения в своей судьбе, меняли профессию. Я призываю всех, у кого сложности сейчас с текущим положением, например, в бизнесе, подумайте, как вы можете добавить к своему бизнесу инновационные составляющие. Можно добавить электронные составляющие. Есть сейчас такая шутка, что бизнес, который не имеет интернет-компоненты, или бизнес, который не умеет меняться, он скоро исчезнет. Поэтому, в общем, так или иначе, инновации и IT-технологии – это то, что нас ждет в ближайшем будущем. Я думаю, у вас у всех еще раз есть молодое поколение, дети, друзья, кто выбирает свой жизненный путь, кто выбирает, кем ему быть. Я когда-то давно, лет 20 назад, выступал перед студентами и говорил, ребята, английский язык уже не профессия. Вот 20 лет назад тот, кто знал английский язык в Украине, мог получить очень хорошее место работы, такое достойное, классное. Сегодня только английский язык этого мало. Это уже просто обязательно должно быть, но кроме английского языка. Есть совсем другие теперь вызовы. Например, нужно... Ну, например, сегодня самое популярное – это IT, да, программирование. Или быть предпринимателем, да. То есть уже просто английского языка мало. Вот я сегодня могу сказать точно так же программистам. Дорогие программисты, кто тут есть из программистов, хоть один? Есть. Вот как 20 лет назад английского языка мало, сегодня Java и Дутнет тоже мало. То есть сегодня программист должен становиться бизнесменом, бизнес-консультантом, влазить в предметную область, изобретать, то есть осваивать предметную область, то есть выбирать на самом деле, например, что вы хотите заниматься медициной и копать в этом направлении. Или выбирать банковское дело, или выбирать там научные расчеты, параллельное вычисление. То есть идет специализация вот такая, глубже в предметной области. Сейчас очень многие IT-шные компании работают тоже, в общем-то, для Америки, для Европы. Но очень скоро, кстати, я думаю, здесь не все знают, я видел очень мало IT-шников, но я хочу, чтобы украинцы горделись за себя, за свою нацию, потому что вот такие компании, как IBM, это как бы один из лидеров, да, известная компания в мире в области высоких технологий, у них самые мощные процессоры, самые мощные мэнфреймы, самый интересный корпоративный такой софт для управления всем, так скажем, да. И у них есть центр разработки в Киеве, то есть самое, ну, я знаю несколько продуктов, которые являются лидерами на мировом рынке, и их разрабатывают в Киеве. Ну, кроме IBM, можно еще десяток компаний перечислить. То есть мы недооцениваем, насколько у нас есть золотые умы, вот, и это не сильно принято схвалить, сейчас не сильно модно. Если, собственно, этим компаниям не нужно пиариться, они работают и работают. Но вот кто сейчас из молодежи выбирает себе, как свое будущее планировать, да? У меня дочке 16 лет, у нее вот сейчас тоже вот такой возраст, все друзья выбирают. Кто-то хочет ехать в Германию, кто-то ехать в Германию, учиться возвращаться в Украину, делать бизнес. Я хочу сказать, что сегодня в Киеве кто-то, кто с мозгами зарабатывает лучше, чем в Европе. Для того, чтобы было счастливо при этом жить, нужно всего лишь, опять-таки, друг друга уважать, доверять. И я скажу еще раз, что работать в компании, которая инновациями увлечена, так скажем, да, гораздо интереснее. То есть это не скучно, это действительно интересно. Говорят, что у человека, вот, если у него интересная работа, продлевается жизнь даже. Кто-то постоянно учится и занимается интересной работой, у того продлевается жизнь. То есть это таки правда. Так вот, я хочу сказать, что сегодня в Киеве есть уникальные компании, уникальные возможности для молодых людей присоединиться к этим компаниям, да, и работать на совершенно европейском, американском уровне. И по зарплате, и по сложности задач, и по уровню взаимодействия. У нас есть компании, которые обслуживают самые, там, могучие европейские банки. То есть из Киева, да, вот, в Британии банки обслуживаются нашими сотрудниками, да, и это, оказывается, не так сложно. То есть нам это все доступно, осталось только учиться, вот что я хочу сказать. Поэтому я хочу всем вам пожелать, да, вот еще бы хорошо пожелать нам изучить, что такое демократия. Я всем задаю этот вопрос, вот, можно с кем-нибудь так немножко интерактивно, да, кто считает, что такое демократия? Я знаю. Значит, демократия – это такой суспильно-политичный устрей, при яком граждане знают, как эффективно керувать краиной, умеют это делать и делают. Супер. Есть мнения немножко более такие конкретные, но не неправильные, когда говорят, что это только выбор или что-то еще. То есть действительно важна вся цепочка управления. Но я хочу чуть-чуть глубже затронуть аспект, который называется доверие, партнерство. То есть вот, что для того, чтобы эффективно демократия работала, в Италиях, да, чтобы управление работало, то ли это большая компания, то ли это страна, то ли это семья, да, вот уместна ли демократия в семье, в каком-то смысле да. Но вот для меня демократия – это когда есть доверие и партнерство. Так вот, что я хочу сказать, что бизнес, он очень сильно может изменить всю страну, если вы внутри все будете по-партнерски друг к другу относиться. Вот ведь вся модель повторяется. Точно так же, как у нас сейчас проблемы с властью, у многих людей такие же проблемы вот с каждой маленькой компанией, в организации. Когда есть директор, который не хочет понимать людей, есть люди, которые с ним борются, ну и так далее. И у нас действительно, ну, слабый опыт именно партнерских отношений. В партнерских отношениях очень важный элемент – это когда вы понимаете контекст партнера, то есть вы умеете, у вас есть чувство эмпатии, вы умеете с той стороны на себя смотреть. И я хочу сказать, что это один из способов, вот эмпатия – это один из самых важных. Кстати, у украинцев это чувство есть. Мы умеем чувствовать собеседника, просто не всегда хотим услышать. Так вот, в инновационном процессе эмпатия – это очень важный момент. То есть когда вы можете себя поставить на место вашего клиента, на место вашего партнера, и представить, как ему что-то неудобно, плохо, что-то не работает, какая-то проблема. И вот отсюда рождается инновация и новый продукт для него. То есть я хочу сказать, что успешный бизнес – это тоже все связано с партнерством, с умением понимать сторону вашего партнера в сторону другого человека или компании. Вот я хочу нам всем пожелать, чтобы наша демократия была именно партнерская, чтобы мы максимально умели тонко чувствовать других людей в другую сторону. Я хочу сказать, что вот еще в украинцах есть уникальная вещь, я это в IT-бизнесе чувствую, что мы даже технологии, даже такие цифровые технологии, люди воспринимают через сердце. То есть я вот вижу, что украинцы очень умеют не только мозгом воспринимать, не только головой, но и сердцем. И вот это надо очень ценить, потому что очень многие люди есть, у кого-либо мозг, либо сердце, но вот так, чтобы мозг и сердце одновременно, это очень-очень круто. Кстати, хочу порекламировать в этой части для всех, у кого есть дети. Обязательно отдавайте своих детей учиться на скрипку, например. Вот учеба на скрипке – это уникальная вещь, когда работают оба полушария. Грубо говоря, вот сердце и мозг одновременно, и правое и левое полушария. И, кстати, немцы во многом, вот тоже для меня бах – это во многом, да, вот классика, которая помогает изобретать. Вопросы, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok